— У Фонтанки в гостях директор Института лингвистических исследований Николай Казанский. — Добрый вечер. — Добрый вечер. Я не сказала Института лингвистических исследований Российской Академии Наук, правильно? — Да, совершенно правильно. — Николай Николаевич, 9 октября состоялось заседание Президентского Совета по русскому языку. Никто о нем ничего не знает. — Это было первое организационное и, надо сказать, что очень приятное и дельное впечатление. И от подбора тех, кто был приглашен, во главе этого заседания был помощник Президента Российской Федерации Владимир Ильич Толстой, который очень дельно и симпатично вел это заседание, говорив сразу, что будет обсуждение именно болевых точек. А их много. И много как внутри страны, так и вне. То есть популярность русского языка не должна падать в мире. Русский язык должен оставаться, вероятно, на своем пятом месте по популярности в мире. Но для этого надо делать некоторые специальные усилия. И эти специальные усилия сводятся в том числе к подготовке кадров внутри страны. И тут выяснилось, что целый ряд университетов, которые в советское время принимали по 140 студентов на отделение русского языка, сейчас принимают 10. То есть вот такого рода сокращение, конечно, ничем не оправдано. И оно соответствует, на самом деле, некоторому падению филологической культуры в стране. И совершенно правильно, что об этой филологической культуре сейчас задумались. А как это, по вашему мнению, соотносится с тем, что у нас сейчас говорят про железный занавес, про то, что наоборот Россия окукливается, что мы закрываем международные программы, не пускай детей за границей. Ну вот здесь, с моей точки зрения, нормальное развитие России должно быть именно в контактах взаимных. Но это не должно быть однонаправленная эмиграция из страны без замены. Я, например, горько жалею об упущенной в 2008 году возможности для развития русской культуры. Скажите, а как вы относитесь к запрету употребления мата в публичной ситуации? Ну, положительно, по-моему, это было всегда. То есть есть случаи, для которых эта лексика существует. Но не для обыденной жизни. Мы должны жить нормальной жизнью и произносить нормальные слова. — Я хочу вернуться к этим документам, которые у вас лежат, к материалам совещания при президенте по русскому языку. Правильно я его называю? — Совет. — Совет. — Одно из выступлений сводилось к тому, что странно есть Russia Today, которая вещает на английском, на испанском, не помню, на каком-то третьем еще языке. И почему нет этого телеканала, который бы вещал на русском языке? По-моему, вполне резонный вопрос. Почему бы не создать русскую программу на этом канале? — А вот вы сказали, что там, где раньше готовилось 100 специалистов, теперь готовят 10. Может быть, лучше начать вот с этого места? — Погодите. Вопрос в том, куда потом пойдут эти специалисты работать. Значит, вот сейчас приходит молодежь заниматься наукой. И они делают правильный выбор. Но ни вы, ни я перед таким выбором не стояли. Значит, стипендия аспиранская — 3000 рублей. Этот же выпускник любого вуза в любом банке будет получать, может быть, не 3000 долларов, но, во всяком случае, не одну. Значит, это проблема, которую невозможно решить так, что вот давайте мы набираем русистов, 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 куда мы их потом денем. — Спасибо. Я не могу сказать, что то, что вы рассказали, сильно ободряет, но... — Я пришел сюда никого не ободрять, но просто язык нам достался просто так. Это наш язык, это наша собственность. И мы можем сделать с ним, что хотим. Вот переворачивать слова, играть, что угодно. Это наше право. Но мы не должны путать это наше право с некоторой нашей обязанностью быть еще подтянутым на людях. То есть, вот это важно. И каждое употребление русского языка, оно требует внимания и душевных сил. Так что я призываю всех эти самые душевные силы и употреблять. Редактор субтитров А.Семкин